Они хранят древнейшие обычаи и передают их из поколения в поколение, свои традиции и жизненный уклад. Сегодня во всем мире отмечают Международный день коренных народов. Один из них — абазины. Древнейший народ Северного Кавказа, ныне в основном проживающий в Карачаево-Черкесии. Это их предки, населявшие регион еще пять тысячелетий назад, создали письменность, которая легла в основу латинского алфавита, а их собственный язык считается одним из сложнейших в мире. О том, как и чем этот народ живет сейчас, узнала Алена Рогозина. Родина абазин у подножия Кавказа, самых высоких гор Европы. Абазины — отличные танцоры. Танцевальные традиции сохраняются благодаря Государственному театру. Мы, когда выезжаем, мы понимаем, что мы представляем малочувственный народ наш. И мы очень гордые, что мы представляем свой народ, свою местность, свою родину. В репертуаре коллектива «Танцевальные традиции этого района» репетируют каждый день. Культура абазина немыслима без танцев. Руки девушки сравнивают с крыльями птицы, лебедя, потому что они действительно очень плавные, очень мягкие, грациозные. Абазины гордятся своими музыкальными инструментами. В этом коллективе участники сами восстанавливают старинные инструменты. Это абазинский национальный инструмент. Называется мчхобез, то есть балалайка. Наш ансамбль, наш оркестр исполняет именно старинные абазинские мелодии, чтобы сохранить свой фольклор, свою историю и вообще наш быт. В ауле Псыш живет еще один умелец — Мурат Табулов. Он потомственный и единственный в мире мастер абазинской гармошки. Заказов хватает, но у меня получается где-то 5-6 месяцев у меня уходит на одну гармошку. Этот район — Карачаево-Черкесия, где живет большинство абазин в России. Страна лошадей и наездников. Абазин без лошади может? Я полагаю, что нет. Мы являемся конниками по жизни, по духу. Нам это интересно, нам это нравится. Кони — неотъемлемая часть жизни. В качестве ежедневных тренировок местные жители ездят верхом. Они мечтают, что в партийных центрах по всей Карачаево-Черкесии будут давать уроки верховой езды. Лошади до сих пор используются здесь в хозяйстве и являются показателем социального статуса. На кухне хозяйка дома Асията Урчукова готовит ужин. Это традиционные блюда. Вода, сыр, яйца, кукурузная мука, сливки. И получается ашич. Сегодня в ауле Красный Восток гости. Поэтому по традиции еще подают мясо. Паста с кукурузой. Вот это лепешки. Это буза. Не каждая трапеза получается столь обильной. Однако здесь рады, что могут жить в соответствии со своими древними традициями. И одновременно обустраивать родные аулы по-новому. В 13 аулах живут абазины здесь, на территории Карачаева-Черкесии. И до каждого населенного пункта существуют конные тропы. Они начинаются где-то здесь, рядом с этим парком. А у парка особенная история. Местные жители сделали его собственными руками. Говорят, на месте болота, где били такие минеральные источники. Раньше из них коровы пили. А ведь это нарзан настоящий. Местные жители занимаются фермерством. Несмотря на то, что в России сейчас живет около 40 тысяч абазин, их культура процветала на протяжении столетий. Об абазинах или абазгах в своих трудах писал еще Геродот. Преемницей античной абазской цивилизации уже в средние века является абазское царство. Столица государства Накопия. Оно было создано в 8 веке князем Луовым. В западных источниках он фигурирует как Леон I. На Кавказе с его многочисленными народностями люди очень трепетно относятся к своей национальности. Малочисленный народ гордится своей историей. Древняя сторожевая башня – кладка 17 века. А стоит она на фундаменте еще более древнем – 11 века. Это период, когда абазинские князья заключают союз с древнерусскими князьями. И выдают за них замуж своих самых знатных дочерей. Карамзин был уверен, что именно этот выбор навсегда определил состояние российского государства здесь, на Кавказе. Один из крупнейших проектов в этом районе – строительство современного спортивного центра. Результатов больше добиваются выходцы в основном из сельских поселений. Все тренеры это отмечают. Здесь материал очень хороший, есть с кем работать. Поэтому и было решено построить именно в таком ауле, в таком селе, такой замечательный спорткомплекс. Абазины гордятся многочисленными чемпионами, выходцами из их народа. Легенда мирового спорта – тренер, более 20 лет возглавлявший сборную команду СССР по стрельбе из лука и практически не знавший с ней поражений – Арсен Балов. Абазинский Пушкин – поэт и писатель Керим Мхце. Просветитель Умар Микеров. Построил на свои деньги первые на Кавказе школы. Сам же в них преподавал. Исторические артефакты тщательно собирает и бережно хранит Мухаммед Туков. Из личных вещей своей семьи и соседских он собрал этнографический музей в ауле Эльбурган. Вы вот в таких ботинках ходили? Я до четвертого класса ходил. В таких чувяках ботинки называются из сыромятой кожи. Сегодня талантливым людям помогает Международное объединение Лошара. В переводе – рассвет. Президент объединения Мусаик Зеков начинал свою карьеру химиком-технологом. Потом предприниматель. Сейчас же он помогает сохранить культурное наследие своего народа. Мы совместно с администрацией, совместно с депутатами пишем программу развития каждого села. Программу развития каждого человека, каждой семьи. И вовлекая в эту программу, в реализацию всех представителей этого населенного пункта, мы формируем гражданское общество, где каждый несет свою лепту. Кто-то физически, кто-то материально. Еще один проект – Международный колледж, где учат в том числе и абазинскому языку. Вымш Бзита. Да, добрый день. Большинство абазин до сих пор говорит на своем родном языке. Буква Г и В, они дают один звук ГО. ГО. ШАЙ ГО. И ученые в мире спорят, какой же язык сложнее в этом плане. Китайский или абазинский? Родной язык используют дома или при общении с друзьями. Чтобы язык не вымер, с ним нужно обращаться особенно бережно. ПХЕНЦАГА. ПХЕНЦАГА. СОКО. СОКО. Учат с детского сада. На занятиях присутствуют те немногие счастливчики, которым повезло изучать свой родной язык. Все дети у нас абазины. Некоторые дети, вот они, например, у Саши, папа русский. Хочется им, они считают, что это нужно для их ребенка. Они ходят к нам в сад, изучают абазинский язык. Дети запоминают народный эпос по мультикам и художественным сказкам, которые специально для них снимает абазинская киностудия. Абазины относятся к малочисленным народам нашей страны. И им очень не нравится быть малочисленными. Поэтому они динамично развиваются и рассчитывают, что через несколько лет абазин на планете будет уже больше миллиона. Алена Рогозина, Константин Морозов, Александр Макридин и Олег Дубинин. Вести. Карачаево. Черкесия.